привет друзья это влог о часах и в этом эпизоде я сделаю обзор часов которые сами по себе не являются редкими но тем не менее они уникальны это часы марки эбель модель 1911 btr хронограф часы идут такой коричневой коробки которая обтянута кожей внутри все выполнено бежевом цвете часами конечно же идет инструкция которой данном случае более 300 страниц так как эта инструкция посвящена не только этим часам и калибру который в них стоит а всем монофактурным калибром компании эбель а именно номер 137 139 240 и 288 также обязательно в комплекте идет гарантийная карточка немного истории марки эбель марка была основана в 1911 году евгением блумом и элис блум леви в городе ля шо де фон на самом деле название эбель это аббревиатура от двух имен евгений блум от леви компания эбель также известна тем что в начале 70-х годов производила часы для кортье до 2003 года компания принадлежала конгломерату луи виттон майот хеннесси которому на данный момент принадлежат такие марки как зенит так хоя хубло и булгари в 2003 году компания эбель была продана мавадо групп эта модель выполнена из стали и имеет очень необычный корпус диаметр часов составляет 44 с половиной миллиметра на самом деле часы выглядят намного меньше так как диаметр самого безеля всего лишь 36 половиной миллиметра и диаметр в сорок четыре и пять образуется лишь только из-за этих выступающих по бокам металлических частей безель выполнен из прорезиненного материала очень красивый рельефный циферблат лума на часах немного только лишь на минутной часовой секундной стрелке а также присутствует немного лума на часовых маркерах стоит сапфировое стекло с антибликовым покрытием водонепроницаемость часов составляет 100 метров кнопки хронографа в этих часах также как и верхняя часть заводной головки выполнены из прорезиненного материала заводная головка здесь завинчивается кнопки хронографа нет заводная головка откручивается очень легко и имеет три положения первом положении мы подзаводим механизм во втором положении мы меняем дату интересно то что даже во время того как мы меняем дату мы производим подзавод пружины третьем положении мы меняем положение стрелок закручивается заводная головка точно так же легко как и откручивается в этих часах стоит калибр 137 который первый раз был представлен еще в 1995 году является доработанной версией механизма лимания 1352 с запасом хода 48 часов еще один интересный факт то что компания улиц нордин приобрела права на этот механизм у компании эбель 2012 году и комплектует им свои хронографы начиная с конца 2012 года под номером 150 чем же заключается уникальность этой модели это можно сказать последний из магикан последняя линейка часов эбель которая выпускалась мануфактурным калибром сейчас политика компании эбель изменилась и она выпускает часы лишь только с механизмами это тем самым загнав себя в ценовой сегмент намного ниже в этих часах классические функции хронографа первой кнопкой хронограф запускается этой же кнопкой он останавливается и второй обнуляется ремешок в этой модели выполнен из каучука также есть варианты с остальным и кожаным ремешком интересно то что тут ремешок без единого отверстия и крепится он посредству очень сильной фиксацией самой застежки корпус ремешок крепится двумя болтами на мой взгляд это является и плюсом и минусом этого ремешка плюс это то что его очень легко и быстро менять минус то что к часам подходят только лишь оригинальные ремешки которые стоят довольно дорого и их ко всему прочему еще и сложно найти на руке часы выглядят следующим образом из того что высоту они всего лишь 13 миллиметров то они все-таки помещаются под манжетом рубашки хоть и немного впритык на руке как я уже говорил несмотря на диаметр в сорок четыре с половиной миллиметра часы смотрятся меньше они очень легкие благодаря ремешку из каучука удобные но это ярко выраженные спортивные хронографы поэтому подходят они больше под стиль casual на этом на сегодня все надеюсь вам понравилось если у вас есть вопросы задавайте в комментариях подписывайтесь на канал увидимся с вами в следующих выпусках пока